Здравствуйте! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Грааля на такую тему. Что было, что есть, что будет в ваших отношениях. Ну, будет это примерно на загаданный срок. Что было, что есть, это всем понятно. Временной отрезок. Итак, шесть позиций по три карты. Что было, что есть, что будет в ваших отношениях. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед, а сейчас идет на 19 ноября. Поэтому спешите. Пишите мне в Viber, WhatsApp, в личные сообщения ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. Там есть цель для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Итак, перед вами шесть позиций по три карты. Что было, что есть, что будет в ваших отношениях. И первая позиция у нас. Кто загадал первую позицию, приготовьтесь. Начинаем. Что было? Семерка копий. Что есть? Прецептор мечей. Что будет? Магдалина. Ну, что я вам тут хочу сказать, да, что у вас явно есть проблема в отношениях в данный момент. И эта проблема, она тянется уже давно. То есть, какое-то время назад ваши отношения, скорее всего, расстроились. И, может быть, произошло даже расставание. Или очень долго тянулась резина, которая вела к расставанию, так скажем. Сейчас у вас, скорее всего, в отношениях обстановка накалённая. То есть, это может быть внутренняя вражда друг друга у партнёров. А может быть даже открытая вражда. То есть, когда люди ссорятся часто, конфликтуют, выходят на эмоции. Как-то стараются друг друга подколоть. Как-то стараются логически показать друг другу, что вот ты был неправ. Вот такие у тебя логические выводы для этого. Что ты был неправ по такому-то, такому-то вопросу. И ты была неправа по такому-то вопросу. И так далее. И вот эти все карты, которые здесь выпали, они ведут к тому, что ваши отношения могут заглохнуть. И, мало того, заглохнуть, ещё и появится в этих отношениях совершенно другая женщина. Вообще, по Таро Аграаля идёт трудный путь. Всегда кто-то идёт по пути развития. И вот этот путь, он всегда тернист. Понимаете, в каком плане? Что человеку нужно проходить уроки. Вот, скорее всего, ваши отношения, они полны этих уроков. Они полны испытаний. Они полны того, что люди притираются характерами, не сходятся характерами друг с другом. И, возможно, в этих отношениях им нужно понять, что некоторые свои чувства низменные, эмоции какие-то, завязанные на чём-то материальном, нужно уметь прикрывать. И, может быть, даже контролировать. Вообще, прецептор мечей всегда говорит о контроле эмоций. То есть, когда сейчас у вас происходит такое, что, может быть, вы ссоритесь, да, или испытываете какие-то внутренние противоречия по отношению друг к другу. И в то же время пытаетесь, наконец, объять необъятное. Пытаетесь проконтролировать свои эмоции, свои чувства. Можно взять под контроль какие-то, может быть, слова, которые часто раньше выпадали сами из уст. Пресвитер Иоанн здесь, в этой колоде, как и во всех остальных, означает одиночество. И, может быть, вы друг с другом, с партнёром, да, изолированы друг от друга. Может быть, даже друг с другом не очень-то общаетесь, но имейте претензии внутренние. Это прикрывание чувств. Это попытка контролировать эмоции и разобраться в себе. И она может привести, к сожалению, вот эта связь всё-таки к обрыву, к концу. К тому, что у вас, видите, дама копия выходит, и она вышла на второй аркан, на Магдалину. Она не зря здесь вышла. То есть это приводит всё к тому, что человек найдёт другую партнёршу. Также по даме копий всё-таки может быть такое, что женщина возьмёт отношения в свои руки. Но это никогда ещё не приводило ни к чему хорошему, поверьте мне. И поэтому по Магдалине отношения и могут заглохнуть. Всё-таки Иисус распят. Он распят. Она собирает в Граале его кровь. Отношения могут всё-таки развалиться, даже несмотря на вашу инициативу. И вы будете собирать горький опыт от этих отношений. Я думаю, что вам нужно отпустить ситуацию. Вот давайте даже совет вам. Первая позиция. Магистр сосудов. Магистр сосудов говорит о том, что вы инициативу в этих отношениях проявлять не можете. И вы сделать ничего не можете. И скакать впереди планеты всей вам не нужно. Вам нужно положиться на мужчину в этих отношениях. На тот факт, что вы женщина эмоциональная, нежная, хрупкая, нуждающаяся в помощи. Сделайте из себя, наконец, женщину, а из него мужчину. Назад дороги нет, по-другому даже не получится. То есть вам нужно вот это вот в себе проконтролировать. Проконтролировать лишние какие-то высказывания, слова, эмоции и свою лишнюю инициативу. Вот такая вот первая позиция. Позиция номер два. Что было, что есть, что будет в ваших отношениях. Что было? Дама сосудов. Что есть? Семерка сосудов. Что будет? Два рыцаря храма. Была влюблённая женщина. Женщина влюбилась, а женщина раскрыла свою душу. Женщина отдала очень много энергии. Именно любовной энергии. И через эти отношения, через эту связь, женщина поняла себя как женщину. Она обрела себя. Она обрела свою женскую суть. И миссия партнёра здесь, в этих отношениях, это именно то, чтобы раскрыть в женщине вот этот женский энергопотенциал. Чтобы она себя осознала. Чтобы она получила опыт. Посмотрите на Деву Марию, которая в ангелах, в небе. То есть это было окрылённое такое эмоциональное состояние, когда, может быть, вы, если вы женщина, гадаете, поняли, что вы умеете любить, испытывать нежность, самоотверженность. Вы растворились, скорее всего, в партнёре. Вы были одухотворены им. И поняли, что у настоящей женщины может быть настоящий мужчина. Вот как-то вот такая идеализация даже идёт. Вы испытали именно истинные чувства, как к своей второй половинке. И сейчас наступил такой момент в отношениях, когда вы поняли, что вы не можете больше отдавать. Что, скорее всего, вам нужно убрать вот эти свои заблуждения насчёт идеализации, развеять свои иллюзии, какие-то по поводу партнёра, по поводу этих отношений. Да, вы раскрылись эмоционально, но в чём-то вы явно заблуждались. В чём-то вы ошибались, настроили себе воздушных замков. И сейчас, когда вы снимаете шор с глаз, вам может быть очень больно, когда ты вкладывал, когда ты надеялся, и надежда идти рушится. Вы рискуете в данный момент, ну так скажем, попасть в обратное состояние, в состоянии некоторого разочарования и того, что вы можете даже по своей инициативе отгораживаться от партнёра, именно разрушив эти иллюзии. Может быть, и он вам сейчас их разрушает. Или вы, наконец, столкнулись с реальностью в этих отношениях. Но факт остаётся фактом, что это полезно для вас, это нужно для вас. Разрушение иллюзий, оно всегда нужно. Оно всегда болезненно. И в то же время вам нужно пройти этот урок. Вот вы раскрыли себя как женщина. Вот теперь вы познаёте какую-то реальность. И это путь. Видите, путь всё-таки ведёт к тому, чтобы соединиться в этом союзе. К тому, чтобы познать друг друга с другой стороны, с обратной. И примириться с этой второй стороной. раскрыть друг друга со всех сторон, со всех граней. И это сочетание двух рыцарей и храма, оно всегда говорит о том, что люди приходят к какому-то решению. Они остаются вместе после того, как у них разрушились эти иллюзии. Они соединяются. Может быть, вы даже были женщина одна, которая влюбилась, которая ждала, которая надеялась. И потом она, наконец, разобралась во всех этих вопросах, то есть столкнулась с реальностью. А потом вы обретаете в будущем этого партнёра через всё вот это испытание. Вот такая вот позиция номер два. Третья позиция. Что было, что есть, что будет в ваших отношениях? Было. Прецептор камней. Есть единица копий. Будет пятёрка мечей. Мужчина проявлял к вам себя, проявлял инициативу в прошлом. Скорее всего, было приятное знакомство, может быть, даже какие-то долгие отношения, когда мужчина добивался, когда ему было интересно, когда он пытался в вас разобраться как-то. Это были ухаживания, возможно, приглашение на свидание. Мужская инициатива была по полной программе. Сейчас же идёт пик страсти, возможно, в ваших отношениях, либо их возобновление. То есть, возможно, мужчина в прошлом просил у вас прощения, и сейчас, ну, по своей, да, инициативе, сейчас идёт возобновление отношений. Если же не возобновление, то сейчас как будто бы сильнейший интерес друг к другу происходит. То есть, вы как будто бы после того, как мужчина проявил к вам инициативу долгое время, да, отвечаете ему взаимностью, и у вас идёт взаимный друг к другу интерес, когда идут большие всплески эмоций, когда начинается путь, именно начинается. Видите, человек стоит в начале пути. То есть, этот путь, вы в начале как будто бы, да, стоите. В начале новой жизни, в начале пути. И вас ещё только ждут в будущем испытания. Вот. Если это возобновление отношений, то вы опять столкнётесь с испытаниями, может быть, даже теми же самыми, что были когда-то до этого вот извинения, до того, как он перед вами встал на колени, да. И понимаете, почему, да, вы столкнётесь с повторением или просто с прохождением испытаний, потому что, может быть, вы не слишком долго принимали ухаживание, не слишком долго принимали извинения, то есть, быстро сдались на волю мужчине. Может быть, нужно было немножечко подождать, да. Вспыхнула вот эта страсть, вспыхнуло начало отношений, вспыхнула друг другу вот эта инициатива. И оказалось, что рановато, может быть, она вспыхнула, да. Рановато вы приняли это решение. И вот такое вот идёт ощущение, что сейчас всё более-менее хорошо, сейчас идёт подъём в ваших отношениях. И, конечно, дальше зависит от вас, от вас обоих. Но будь то вы мужчина в будущем, да, или вы, наоборот, по отношению к нему. Вот кто-то совершает эту грубую ошибку. Давайте посмотрим, как предотвратить это. Нужно, во-первых, поддерживать мужчину во многих аспектах. Раз вы уже начали с ним строить отношения, да, то нужно уметь его поддерживать. И в то же время давать мужчине быть мужчиной, то есть, давать ему и заботиться о себе. Вам нужно в отношениях равноправие, взаимный обмен энергиями, чтобы, когда вы ему помогаете, вы получали помощь в ответ, вы получали энергию в ответ, когда вы тратите её. И тогда у вас действительно может получиться. Тогда вы предотвратите эту пятёрку мечей. Также прецептор сосудов может означать, что вот ваш мужчина, прецептор камней, да, а прецептор сосудов – это не тот же мужчина, а какой-то другой. И вот эта вот карта, она может быть от того, что какой-то мужчина вмешивается в будущем в ваши отношения. И чтобы это предотвратить, нужно иметь по шестёрке копий сильно тесное взаимодействие и доверие с человеком, которого вы загадали. Доверие, обсуждение всех проблем на берегу и стараться, ну так скажем, уметь просить помощи и помогать этому человеку. Вот этому. Вот, прецептору камней, которого вы загадали. Вот, и тогда прецептор сосудов не сможет повлиять на ваши отношения, а будет наоборот влиять только положительно, да. Вот такая у нас была третья позиция. Позиция номер четыре. Что было, что есть, что будет в ваших отношениях. Что было, разрушение храма, что есть четвёрка камней, что будет восьмёрка мечей. Ну, здесь разрушение, оно и есть разрушение. Либо вы познали в прошлом разрушение всех своих стереотипов, которые были в вашей жизни через эти отношения, полностью поменялись через эти отношения, да, и ваша жизнь, прошлое рухнуло и началась совсем другая. Либо у вас в прошлом, в каком-то, да, обозримом, разрушились отношения с загаданным человеком. Произошло вот это разрушение по, ну, разрушение храма, так вот и есть по этой карте, да, что, возможно, вы эти отношения уже потеряли и в прошлом. И сейчас идёт стабильная ситуация того, что один человек выделывается, грубо говоря, перед другим. Пытается показать своё я, пытается показать какую-то ограниченность сознания, пытается показать некоторую гордыню и сосредоточился на чём-то материальном. Гордится даже, так скажем, какими-то низменными материальными вещами по сравнению с духовным чем-то, да. И вот, понимаете, видно, что по четвёрке камней человек именно выделывается. Он как будто бы получил внимание, получил энергию. И когда мы получаем, да, от кого-то энергию, мы начинаем возгор... как? Мы начинаем гордиться этим. Мы начинаем себя ценить больше, показывать своё я, пытаться отыграться на окружающих за прошлое, за то, что мы когда-то вкладывали эту энергию. И вот такое ощущение, что сейчас загаданный человек себя ведёт эгоистично. именно вот так. А в будущем восьмёрка мечей показывает, что этот человек может ещё и начать от вас, как от назойливой мухи, обороняться, ограждаться, да, сражаться с вами даже, за своё право быть отдельно от вас, свободным. И вот, учитывая четвёрку камней, если вы вот так вкладывали в человека энергию после разрушения этого храма, постарайтесь не вкладывать, потому что он дуреет от этой энергии. Вот прямо дуреет. И восьмёрка мечей, она вам в будущем и говорит о том, что ваши бесплодные попытки ни к чему хорошему не приведут. Давайте посмотрим совет от карт. Как же вам себя вести, чтобы действительно были результаты после разрушения? Тройка камней. Вести себя как друг, да, тройка сосудов. Доброжелательно. Показывать такое ненавязчивое общение, показывать, что вы не напряжены данной ситуацией, что вы всем довольны и счастливы. После этого расставания вас ничего не беспокоит. Что если в вашей жизни какие-то стереотипы и были разрушены, то сейчас, чтобы человек не гордился лишний раз, да, вы в принципе всем довольны, что произошло и познали свой опыт. и можете даже другим людям рассказывать об этом опыте и делиться с ними. Но вы извлекли свои уроки и назад дороги нет. Вы больше не будете совершать прежних ошибок, а будете идти по дороге к счастью, к своему счастью, личному счастью. Не счастью кого-то, да, а вы будете возвышать себя. И чтобы этот человек не возгордился, чтобы этот человек не черпал с вас тонной энергии, вам и нужно эту энергию направить на себя, на свой лоск, внешний шик, на свою развитость, на свою интеллектуальность, может быть, на свои какие-то интересы, хобби, увлечения, на свои путешествия. И тогда человек поймет, что да, без вас плохо, без вас скучно, без вас тяжело, но только через это. А если вы в него вкладываете энергию, то ничего он этого не поймет. Вот такая вот позиция номер четыре. Пятая позиция. Что было, что есть, что будет в ваших отношениях. Была четверка сосудов, есть десятка копий, будет шестерка камней. Скорее всего, в ваших отношениях в прошлом кто-то вел себя довольно ограниченно и бесчувственно. Работал, может быть, очень много, вы или партнёр. То есть, один человек, так скажем, за другим бегал, а второму всё не нравилось. Всё было не так, всё было не, как сказать, криво, косо, не по его. И этот человек всё время проявлял эгоизм, как-то ограждался, проявлял свой нехороший характер. В каком плане, да, что мне с тобой скучно, тут плохо, займусь-ка я своими делами. Вот такое вот, как ограждение такое постоянное, что и вместе мне не очень, и врозь не очень. И вот такая вот резина какая-то тянулась. Либо была в отношениях ваших пауза. Самая настоящая пауза, когда люди друг от друга просто изолированы. Сейчас десятка копий, она показывает то, что может быть один человек начал тянуться к другому внутренне, но ему очень тяжело это признавать. И так скажем, для вас обоих ситуация в этих отношениях тяжела, вы как будто бы друг другу поднадоели. Один вот тем, что он выделывался, много, а второй тем, что устал за ним как бы ухаживать и бегать. И каждый из вас сейчас на таком распутье, можно сказать. А стоит ли мне так много сил вкладывать в эти отношения, думает один. А второй думает, ну как же тяжело меняться, как же тяжело вставать на иной путь. И однако по шестерке камней каждый из вас поймет, пройдет свой путь и встанет на этот иной путь. И это будет понимание друг друга, коннект друг с другом. Это будет сочетание двух партнеров, которые наконец притерлись, наконец поняли друг друга и оба равномерно вкладывают силы в отношения, равномерно, поровну. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. никак иначе. Не кто-то один вкладывает, а вкладывают оба. Вот такая пятая позиция. Все у вас будет хорошо, пятая позиция. Так, шестая позиция. Что было, что есть, что будет в ваших отношениях? Было магистр копий, есть прецептор копий, будет Соломон. Здесь властвует в отношениях мужчина. Только он может решать, как будут развиваться эти отношения, только он задает тон этим отношениям, только он играет на флейте, так скажем, женщина ни на что права не имеет. Он проявлял инициативу в прошлом, он был заинтересован в этих отношениях, ухаживал. Сейчас он, возможно, в состоянии некоторой агрессии и ревности находится или в пути к вам, и в будущем он будет править. Он будет править, и вы должны признать, признать его как короля, как императора, как Соломона, как царя Соломона. И если вы этот авторитет его не признаете, то в ваших отношениях вас ждет только гнет, только подчинение воле. А вот если вы признаете его авторитет, если вы признаете мужчину мужчиной, ну, что тут вообще беспрекословно нужно, то получается так, что у вас все получится. Мужчина будет властвовать, вы подчинятся, и это подчинение для многих оно как рай на земле. Вы живете под крылышком, под опекой, за пазухой у Христа, да? Вы знаете, что за вас все сделают, все решат, что вам помогут всегда, вас поддержат. И это идеальное условие. Вот. Также по этим картам есть другой вариант развития событий, что в прошлом ваш мужчина к вам проявлял себя, но в настоящий момент он натолкнулся на соперника. И в будущем в этих отношениях будет властвовать тот, у кого брутальность лучше, сильнее, у кого больше мужской силы. То есть вот этот император Соломон, царь Соломон, кто это из них, из этих двоих, да? И вы, наверное, отлично, шестая позиция, видите, кто из них сильнее. И уже знаете, скорее всего, кто победит в этой схватке. Вот такие вот у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока!